Добрый день, меня зовут Касьянов Яков, я студент 4 курса кафедры автоматизации робототехники Омского технического университета. Мой доклад называется «Мой друг робот». Роботы — это мое хобби, но я надеюсь, что в будущем это моя профессия. Сегодня, ну сейчас, точнее в нашем мире происходит такой процесс, как внедрение, проникновение роботов в различные сферы жизни, абсолютно разные. И это происходит стремительно. И есть все основания полагать, что через пару десятков лет роботы станут такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как персональный компьютер и мобильный телефон. И целью моего выступления является обратить ваше внимание на важность происходящего процесса роботизации нашей жизни и его грядущих последствий. Ну, начнем с такого, с понятия робот. Что такое робот? Множество понятий есть. Я выбрал, на мой взгляд, самое простое и понятное. То, что робот — это устройство, которое своими действиями производит впечатление человеческой работы, либо деятельности животного. Ну, я думаю, у каждого здесь присутствующего есть свое представление о том, что такое робот, что он делает, как он выглядит. Поэтому не будем углубляться, а сразу перейдем к тому, какое место роботы занимают в нашей жизни прямо сейчас. Они помогают людям в огромном количестве дел, сфер нашей деятельности и так далее. Все не перечислить, поэтому я решил выбрать самые, на мой взгляд, важные. Первое, о чем стоит упомянуть, это роботы в промышленности. Потому что здесь они нашли самое большое применение, самую большую популярность. И достаточно для этого взглянуть просто на завод Volkswagen, где собираются автомобили. Роботы выполняют до 80% всех производственных операций. И за людьми здесь остается лишь функция их ремонта, обслуживания, ремонта, обслуживания, наладки их работы и контроль той работы, которую выполнили роботы. Вот здесь мы видим, собирается кузов автомобиля. Ни одного человека нет. Ну, как мы видим, кто непосредственно это выполняет. Есть лишь пара человек, которые контролируют эту работу. Вот здесь мы можем видеть, что роботы окрашивают часть автомобиля. Это особенно важно, потому что, так сказать, работы с краской наиболее вредны для человека. И это здорово, что нам больше не приходится вот этим заниматься самим. За это все. За это отвечает робот. Следующая важная область, где применяются роботы, это медицина. В первую очередь, это, конечно, телехирургия. Но, я думаю, некоторые слышали то, что из себя представляют. Вот это робот-хирург, которым управляет живой хирург. Живой хирург, оператор находится за пультом управления, который не обязательно должен находиться даже рядом. Он может быть на другом континенте за тысячи километров и проводить сложнейшие операции, вплоть до операции на открытом сердце, на мозге. Более того, применение таких устройств позволяет выполнять движения с такой точностью, то есть до микрометра. Это меньше толщины человеческого волоса. И эта технология не оставляет практически шрамов на человеке и не повреждает внутренние ткани. И, соответственно, заживление после операции проходит в разы быстрее, чем если бы это делал просто живой человек. Еще, так сказать, одно место, еще одна область медицины – это протезирование. Роботизированные протезы, здесь роботы непосредственно не участвуют в этом, но все те технологии, которые применяются для изготовления роботов, применяются и для изготовления этих протезов. И эти протезы сейчас, к сожалению, они стоят очень дорого, и пока существуют только как опытные образцы, но в будущем это будет спасение для тысяч людей, которые лишились конечности. В конечности вот мы видим мужчину, у которого нет руки буквально по локоть, по плечу, ну и он может полноценно управлять протезом роботизированным. Более того, сейчас уже появляются протезы ушей, что позволит, ну, слуховые протезы, которые позволят людям, глухим с детства, сначала начать слышать. Следующая область применения роботов, она, ну, одна из самых интересных, и при этом самая спорная. То есть, ведутся дискуссии, об этом я скажу позже, стоит ли вообще использовать роботов в вооружении. Но, тем не менее, практически все крупные страны, в том числе и Россия, проводят испытания и создания военных роботов. Большинство военных роботов, ну, представляют собой вот что-то такое, то есть это как бы мини-БТР на гусеницах, оснащенные пушкой или пулеметом. Возможны два способа управления. Он может управляться дистанционно оператором, который находится в безопасном месте, то есть сам, ну, не участвует, не подвергается опасности. Либо, более продвинутый вариант, то, что этот робот вообще самостоятельно перемещается, самостоятельно находит цель, и единственное, что ему нужно, это получить разрешение открыть огонь. То есть это применяется, чтобы не было никаких нежелательных жертв. Вот. И еще стоит обратить внимание на роботы, на беспилотные летательные аппараты, которые, ну, уже, наверное, так, с начала этого века широко применяются в основном для разведки, но уже сейчас они научились наносить ракетные бомбы в удары по объектам. И вот я хотел бы вам рассказать про одного конкретного военного робота. Это робот-собака-спот. Он меня прямо так зацепил. Вот, как мы видим, он является очень устойчивым, то есть он не так просто опрокинуть, он подвижен, может бегать наравне с человеком, работать в команде, и уже прошли первые, так сказать, испытания его. Вот. Он, ну, как разведчик, заходит внутрь помещения, смотрит, есть ли там противники. Если есть, то сразу же сообщает, ну, солдатам, и солдат уже корректирует свои действия, это, ну, соотносясь с той информацией, которую получили от этого робота. Ну, и еще одна важная область, где роботы помогают изо всех сил людям, это интеллектуальный труд и наука. Тут я могу роботов, так сказать, разделить на две категории. Это роботы-исследователи, чья деятельность заключается именно, ну, наподобие археологических работ, наподобие поисковых работ, в этом и заключается деятельность. А другая группа, которая называется интеллектуальной информационной системой. Они, как роботами, их можно назвать только очень условно. Почему, я объясню дальше. Начнем с роботов-исследователей. Вот пример. Это японский подводный робот-исследователь «Змея». Там его японцы. Фирма «Хайбот» изготовила. Он предназначен для работ под водой, обнаружения и обследования эру кораблей, потерпевших крушение, либо исследования руин затонувших городов и так далее. И куда, так сказать, куда безопаснее и даже дешевле отправить такого робота на исследование, чем спускать батискап с живыми людьми. Поэтому, безусловно, в ближайшее бутон уже используется. И, ну, то есть, чем дальше, тем больше такие роботы будут применяться. Теперь про интеллектуальную информационную систему. Почему? То есть, ну, это, как сказать, не совсем роботы в обычном понимании. Потому что это является программа, находящаяся на компьютере. То есть, а робот, он должен иметь какой-то корпус, тело свое. Вот. Но, тем не менее, они выполняют функции именно те, которые... Ту деятельность, которой традиционно занимался человек. И в особенности следует выделить роботов-ученых. Сейчас скажу. Ну, в общем, в одном из английских университетов в 2005 году началась такая программа, как называется, робот-сайентист. Ну, что роется, робот-ученых. Они поставили себе цель создать искусственный интеллект робота, который сможет выполнять, ну, работу ученых. На настоящее время таких роботов существует два. Их одного зовут Адам, другого — Ева. И вот, в 2009 году произошло первое научное открытие, которое совершил робот. Это было Адам. У него была задача исследовать, найти ген в пекарских дрожжах, найти ген, который отвечает за выработку очень важного фермента. Вот. Ну, все мы знаем то, что дрожжи — это живые существа, как и мы. И у них... Ну, не как и мы, но тоже живые существа. Вот. И у них есть ДНК, который несет наследственную информацию. И вот данному роботу загрузили информацию об этой ДНК. Он выдвинул гипотезу, проанализировал полученную информацию, провел ряд экспериментов, и по итогам этих экспериментов смог высказать вероятность того, что его гипотеза совпадает с тем, что действительно присутствует, действительно существует. Ну, после этого живые ученые проверили его гипотезу, и это оказалось абсолютно верно. И можно было... Ну, можно говорить о том, что робот совершил научное открытие. По подобному алгоритму работают, ну, к примеру, роботы-экономисты, которые получают данные о состояниях фондовых рынков, обрабатывают их и высказывают предположения о будущем состоянии рынка, ну, с какой-то вероятностью. И такие, ну, условно говоря, роботы широко применяются, к примеру, там, брокеры, ну, кто играет... кто... продвинутые брокеры, которые играют на фондовых держах. Ну, вот я сейчас вам рассказал о том, где роботы применяются вот уже прямо сейчас, пока мы здесь сидим. Теперь я перейду к тому, что она ждет в будущем. Причем недалеком. Некоторые ученые... Ну, различные прогнозы есть. Ну, по, так сказать, самым оптимистичным. Вот все, о чем дальше пойдет речь, это нас коснется уже где-то в 2025 году. Начнем с того, чему научатся, где еще роботы будут применяться. Во-первых, все те направления, о которых я рассказал, никуда не денутся. Они будут только, ну, расширяться и продолжаться дальше. Вдобав к этому появятся такие вещи, как хирургия с минимальным вмешательством. То есть уже сам вот этот робот, который я показывал, будет выполнять операцию. А хирург будет лишь его контролировать и корректировать его действия. Также появятся беспилотные такси. Достаточно. То есть приезжает машина, в которой нет водителя. Вы садитесь, вводите адрес, куда он надо ехать. И он вас отвозит прям вообще с шиком, с комфортностью, здорово. И отдельно стоит выделить то, что роботы будут проникать в сферу услуг, в сервис. Появятся роботы-консультанты, роботы-кассиры, роботы-курьеры и так далее. Но что самое интересное, на мой взгляд, это то, что роботы, которые на данный момент помогают нам только в нашей работе, проникнуты в наш дом, они будут выполнять различные функции. Начиная от уборки помещения, приготовления еды, охраны нашего дома, развлечений. Вот мы можем видеть, вот эти роботы, они уже существуют, но пока их... Вот, кстати, вот собачек зовут, как их зовут, уже продается в Японии, прям там дети покупают, ему очень нравится. Но в будущем роботы будут, так сказать, являться мобильными. Простите меня за мой наук пейнта, я не очень хороший художник, но суть примерно такая, то что вы будете покупать какую-то базовую версию робота, который содержит минимум функций, минимум возможностей. Ну, все равно, что как если вы купили компьютер, который только системный блок, монитор, клавиатура и мышь. Вот, если вам что-то хочется большего от него получить, например, чтобы он мог пропылесосить верхний угол, там, правый верхний угол вашей комнаты, то вы должны купить вот ему такую руку-пылесос, в которую он дотянется и пропылесосит каждый уголок. Вот, более того, через интернет, ну, опять же, за деньги, будут скачиваться программы, например, если ваш робот оснащен вот такими клешнями, которыми он может держать, там, сковородку и помидорку, то вы можете закачать на него программу, там, 99 рецептов азиатской кухни, и он научится готовить, там, курицу терияки, суши, и вот вы едете домой, вставшие после работы, знаете, что у вас ничего не готово, и так неохота готовить, стоит отправить сигнал вашему роботу команду с вашего смартфона, он заедет на кухню и начнет готовить еду, вы приезжаете, у вас там вкуснейшая тепленькая лазанья, да еще он после вас сам посуду помоет, ну, не помоет, а сушиную машину забросит. Так что, что нас ждет? То, что роботы станут неотъемлемой частью большинства сфер нашей жизни, ну, точно так же, как это произошло с компьютером и с мобильными телефонами. Они будут распространены, вы их можете встретить, ну, там, не в каждом доме, но в каждом втором-трете. И еще одна тенденция, более важная, это то, что роботы поумнеют, консервная банка обзаведется мозгами. Это произойдет благодаря развитию таких технологий, компьютерное зрение, то есть они начнут узнавать людей, причем конкретных, то есть будут помнить ваше лицо и из тысячи видят, потому что вот это их хозяин. Они начнут понимать ваш язык, то есть уже можно не какие-то команды там давать с пульта управления, а словесные. Там, окей, робот, помой пол. Ну и другое, машинное обучение, то есть они будут изучать что-то новое самостоятельно, что потом пригодится в их работе. Но из этого, так сказать, вытекают, то, что роботы станут появиться везде и станут гораздо умнее, вытекают некоторые, так сказать, трудности, проблемы, с которыми мы столкнемся. В первую очередь возникнет вопрос того, как мы должны себя вести с роботами и как роботы должны себя вести сами по себе. есть, так сказать, две области науки, философии. Одна из них называется робоэтика, которая осматривает именно, какое поведение человека по отношению к роботу является этичным. А вторая сфера – это мораль машин, которая рассматривает вопрос, какое поведение роботов является этичным. То есть тут как мы можем или не можем с ними обращаться, а тут как они могут или не могут поступать. Сейчас эти, так сказать, области философии, скорее, чем науки, они не имеют популярности, потому что всем сейчас кажется, что это за глупость, какая разница, кто может поступать, вообще роботов нигде нет. Но стоит об этом задуматься прямо сейчас, потому что буквально через 10 лет мы столкнемся с проблемами, вот с этими. И если мы будем принимать эти решения в терапиях, быстрее-быстрее, то это ничего хорошего не придет, поэтому лучше подумать о некоторых аспектах прямо сейчас. Вот, к примеру, самый такой очевидный вопрос – какая мораль нужна роботам? То есть как они должны себя вести, а как не должны себя вести? Учитывая, что они станут во много раз сложнее, чем есть сейчас, и их интеллект, конечно, не будет дотягивать до нашего, до человеческого погибкости, я имею в виду, но все равно. Они, то есть, будет тысяча ситуаций, которые очень трудно просчитать, и по каждой из этих ситуаций роботу инструкцию не дашь. Поэтому надо придумать какие-то общие правила, которые будут ограничивать его в чем-то. Еще об этом задумался писатель-фэнтаст Айзи Казимов, который, между прочим, придумал термин «робот». Он задумался об этом в середине 20 века. И он выдвинул три правила робототехники, которые потом, ну, ученые, которые занимаются роботами, оценили им это, ну, то есть, нашли в этом здравый смысл. Первый из них. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Ну, все понятно. Второе. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. То есть, ну, нельзя бы сказать своему роботу, пойди убием его соседа. Третье. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму закону. Чем эти правила цены? Тем, что они очень гуманистичны. В них, на первую очередь, ну, то есть, на первый план выходит именно человек, его жизнь, его комфорт. И в этом абсолютно, то есть, ну, их стоит взять за основу. Но, как сказать, вот их недостаточно. Нужна полноценная, серьезная система морали роботов. Потому что возможны такие ситуации. Ну, например, что делать роботу, когда любой из его возможных поступков приведет к человеческим жертвам? То есть, как он должен выбирать основность на чем? Следующий вопрос, который касается роботов и морали, это вопрос уже касается нашего поведения по отношению к роботам. И это должны ли мы проявлять сочувствие к ним? Можно ли их мучить? Ну, первое, что в голову приходит, ну, типа, это всего лишь там как тостер, как чайник, как очень сложный пылесос. Пока, да, пока что мы видим, они так и выглядят. Но, как я сказал, они станут умнее и более похожи на нас. Уже сейчас японцы разработали девушку-робота, которая умеет улыбаться, делать грустное лицо, в зависимости от того, что ты скажешь. Вот. И, безусловно, то есть, это не будут такие настоящие человеческие эмоции, как наши. Это просто электричество у нее в голове для беда. Вот. Но я думал, то есть, то, что вот это глупый вопрос, что, ну, типа, это же просто железка. Но потом я столкнулся с одной такой вещью. Это робот-хичбот. Робот, который путешествует автостопом. Его собрали японские студенты. В чем запрещает суть? Он вообще ничего не умеет, кроме одного. Ну, уже питается от солнечной батареи, которая на нем есть. Он умеет только вот улыбаться своими диодами, подмигивать вам, говорить, куда ему надо доехать и просить сделать селфи с ним. Более того, то есть, он стоит абсолютно неподвижно, на специальной подпорке на трассе голосует, и вам надо остановиться, убрать подпорку, посадить его в автомобиль, пристегнуть его ремнем и отвезти. Ну, казалось бы, кому такое надо? Это же просто робот, хоть он, конечно, очень мило выглядит. Но, тем не менее, этот робот совершил путешествие через всю Голландию, с востока на запад. Это был настоящий прорыв не в плане робототехники, а в плане нашего отношения к ним. Это показалось, что люди не безразличны даже к роботу. И второе путешествие его, так сказать, тоже грандиозное, еще более масштабное должно было быть. Он должен был из Канады в север Канады проехать на юг США. Ну, я так немного следил за тем, где он сейчас находится и так далее. Интересно было. И потом, в один день, я открываю статью и вижу вот это. Где-то в каком-то маленьком городке какие-то деревенщины просто, ну, разбили его, сломали. И мне стало очень грустно. Хотя я понимаю, что, ну, это просто как кусок металла с резиновыми перчатками, резиновыми сапожками. Но мне стало его жалко, несмотря ни на что. и тогда я понял, что если у меня будет свой робот, я не буду ему мучить, бить. И всякие там грязные вещи с ним делать. Еще один вопрос, который встанет остро уже вот, вот он, прямо на днях, прямо, ну, не на днях, но через пару лет. Это должны ли существовать военные роботы, которые сами принимают решение стрелять? Ну, как я показал, то что они, ну, это одно из самых передовых разработок робототехники, это именно военные роботы. И есть такая мысль, что можно сделать, ну, пусть они сами решают, кого убивать, зачем я буду там, ну, еще следить за ним, он поехал, там всех убил, мы победили, очень здорово. но есть такая, как сказать, ну, для кого-то, видимо, это не загвоздка, но для нормальных людей, конечно, это проблема. То, что вскоре можно будет запрограммировать робота, например, чтобы он определял расу человека, которого видел. И можно будет элементарно сделать, можно будет элементарно сделать так, чтобы он убивал, ну, там, людей с, ну, с определенным цветом кожи. То есть, это приведет к массе жертв, к геноциду и так далее. Вот мы плавно переходим к тому, к проблемам, которые нас ждут, причем нужно думать. Во-первых, появление военных роботов, в особенности с искусственным интеллектом, потолкнет мир к новым воинам. Против этого высказались такие именитые ученые, как Стивен Хокинг, Илон Маск, Стив Возник и другие, они там вон письмо написали. Следующая проблема, это то, что так как роботы будут абсолютно везде, ну, не абсолютно везде, но даже на вас дома, то надо будет еще больше опасаться этого парня, который может взломать и устроить диверсию на производстве, либо, к примеру, может подключиться к зрению вашего робота и видеть, что вы там дома делаете. С этим тоже надо быть осторожнее. И такая самая, ну, на мой взгляд, неоднозначная, как неочевидная проблема, но она действительно важна, это то, что сложные роботы с искусственным интеллектом могут делать то, ну, то есть изменить свое поведение так, что мы не можем этого ожидать и непонятно, к чему это приведет. Уже был такой эксперимент, то, что там роботы должны были, тысяча роботов, они, ну, грубо говоря, на поляне, есть ядовитые ягоды, ну, это условно, естественно, есть съедобные, они должны их собирать, и кто больше всех собрал, ну, вот роботов, например, там много собрал еще, их программы анализируются, скрещиваются, получаются более умные роботы, и, в общем, в 50-м поколении появились роботы, которые научились скрывать то, что собирают вкусные ягоды и отдавать, ну, не вкусные, полезные, и отдавать ядовитые своим, так сказать, коллегам. То есть роботы научились врать, хотя их цель основного функционирования не менялась, поэтому это может быть действительно проблемой, то, что непредсказуемость их поведения. В, так сказать, в анонсе я обещал рассказать про восстание машин, это одно или нет, но времени мало, поэтому я убрал эту часть, но скажу только, восстания машин не будет, не переживайте, вот терминатор даже по этому поводу по мужскую слезу пустил, вот, но я расскажу про другое, то, что мне показалось куда более важно, это то, как роботы могут изменить наш мир в глобальном плане, так сказать, тут пошагово, ну, вот я говорил, к 25-му году роботы начнут распространяться не только на производстве, но и в сфере услуг, в быту, будет спрос на них, что подстегнет инвестиции в развитие роботов и робототехники, инвестиции, собственно, повлияют на то, что роботы станут еще более распространены, это опять повлияет инвестиции и так далее, и, ну, вроде бы, круто, да, но так как все больше роботов будет на производстве, в сельском хозяйстве, то людей будут увольнять за ненадобностью и очень быстро, лавинообразно будет расти и безработица, там, 30%, 50%, 70%, параллельно с этим, конечно, будет увеличиваться качество товаров, цена их будет ниже и их будет больше, ну, потому что технология станет более продвинутой, примерно как, ну, не знаю, сельское хозяйство в Средневековье и сейчас, и вот тут, возможно, два пути, просто огромная толпа людей, которые им негде работать, ну, соответственно, они там живут, либо вообще голодают, либо живут на мизерной пособии, и либо, так сказать, государство, ну, власть возьмется за голову, обдумает то, что, да, это не дело, и проведет реформы, ну, либо вся эта толпа их просто свергнет и устроит такое общество, как оно считает нужным, ну, и во что я верю, если мы все не испортим, то у нас получится следующее, роботы станут неотъемлемой частью нашей жизни и поднимут ее качество, люди будут свободны от монотонной механической работы, и у нас будет больше времени и возможности реализовать себя в творческой деятельности или то, чем вот нам хочется заниматься. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok